Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Тренировка прошла в штатном режиме. Все поставленные задачи были выполнены. Из-под винта вертолета репортаж Вести о физической и профессиональной подготовке спасателей. К службе в рядах Вооруженных сил России годен. Вот главный вердикт медицинской комиссии. Крачево-Черкесия идет весенний призыв молодежи. Священный месяц для мусульман Крачево-Черкесии. По поручению главы республики проводятся коллективные разговения. На торжественную трапезу собрались в поселке Кавказском. Национальные современные танцы, сольное академическое пение, дуэт и КВН «Визитка». Впервые в республике прошел фестиваль «Студенческая весна». Сегодня глава республики Рашид Тимреза встретился с генеральным директором компании Solar Systems Михаилом Молчановым, который сообщил о намерении реализовать в Карачево-Черкесии перспективный инвестпроект по строительству объекта солнечной генерации с высоким коэффициентом использования установленной мощности – солнечной станции на 100 мегаватт. Он отметил уникальные климатические условия региона. Большое количество солнечных дней открывает большие возможности. Это позволило бы привлечь республику инвестиции, пополнение налоговой базы, содействовать занятости населения, также обеспечивало бы регион чистой энергией и создавало бы условия для развития промышленных производств. Спасти жизнь человеку – основная задача спасателя, а навыками, которыми он должен обладать – хорошая физическая и профессиональная подготовка. Спасатель должен выполнить свою задачу в любых условиях, как на суше, так и в воде и в воздухе. Для этого, чтобы стать профессионалом, необходимы тренировки. Сегодня прошла одна из них на вертолетной площадке Черкеска. В учениях с применением авиации приняла участие и Альбина Ламкова. Тренировка проходит по беспарашютному десантированию. Вертолет Ми-8 был специально разработан для спасательных операций. Также он применяется в тушении пожара. Способен набрать высоту больше 4,5 километров. На борт вертолета возможно взять 22 человека и 4 тонны груза. Сегодня 20 спасателей участвуют в учениях. Они прошли специальную подготовку перед полетом. Каждому спасателю на сегодняшней операции предстоит выполнить два спуска. Указание на последующее приземление дает командир экипажа. Сейчас высота вертолета составляет от 25 до 37 метров. Все меры безопасности здесь соблюдены. Вы проверили лично. Система веревка. Система петель. Все? Готов? Удачи! Спасибо! Навыки выполнения таких упражнений необходимы в реальных условиях. Спасателям республики уже не раз приходилось эвакуировать людей с помощью воздушного судна пострадавших туристов. За плечами Максима Шляхова около 50 спасательных работ. И каждая ЧАЭС с применением воздушной техники проходила намного быстрее, но не проще. Экипаж должен постоянно удерживать воздушную машину в неподвижном состоянии на заданной высоте. Все спасатели отработали спуски на открытую площадку, используя специальные устройства. Где надо идти 3 часа, 4, 5, вертолет – это 20-40 минут. И, естественно, также нагрузка на пострадавших, когда его не надо мучать по тропам, вертолет посадили и быстренько доставили в скорой помощи. Тренировка по десантной подготовке нужна как для спасателей, так и для летчиков. Управлял штурвалом профессионал. На его счету десятки спасательных операций. Каждая операция, в принципе, не такая уж и простая, но самое сложное, конечно, это когда в горных районах, это когда спасали детей на леднике. Сейчас это не часто происходит. На учениях было выполнено всего 4 подъема с экипажем. Тренировка прошла в штатном режиме. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Результаты десантирования показали, что при возникновении чрезвычайной ситуации авиацию можно будет использовать с большим успехом. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В республике идет весенняя призывная кампания. Какие этапы проходят новобранцы Зеленчукского и Рубского района, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. Главная часть призывной кампании – это прохождение медицинского обследования. Для этого 134 новобранца прибыли в военный комиссариат Зеленчукского и Рубского районов. Из-за пандемии ребят на входе встречают с термометром и антисептиком. Все строго в масках. Все мероприятия, которые проходят на территории военных комиссариатов, выполняются с соблюдением всех мер противодействия распространению ковидной инфекции. Мальчики у нас по прибытию в военный комиссариат проводят измерение термометрии, проводится обработка рук и поверхностей. После первичной встречи призывника, который, если есть жалоба, жалуется на состояние своего здоровья, если нет жалоба на состояние своего здоровья, получает документы воинского учета и начинает проходить все мероприятия медицинского обследования. Проводится медицинское обследование. Восемь специалистов проверяют юношей. По итоговому осмотру старший терапевт устанавливает категорию годности. Также этот процесс может затянуться, если вдруг призывнику назначат дополнительное обследование, которое проводится на базе Республиканской клинической больницы Черкеска. По началу призывной комиссии мы предварительно их осматриваем. Если мы можем на своем уровне определить, что они здоровы, мы сразу выставляем категорию А годен. Если есть какие-то незначительные ограничения, мы тоже так же выставляем Б3. Сразу выносим решение, что здоров, но годен в военной службе, но с незначительными ограничениями. Кроме того, ребята должны пройти профессиональный психологический отбор по способностям, по первично-психологической устойчивости, по высоким и низким критериям. Если ранее ребята проходили профессиональный отбор на предмет нервно-психологической устойчивости, то на данный момент у нас определяется не только нервно-психологическая устойчивость, но и основы познавательной способности на момент выявления девятного поведения и на момент экстремизма. На совещании под председательством военного комиссара Карачаева-Черкесии Сергея Белобородова обсудили все нюансы весеннего призыва. Главный военком республики поблагодарил присутствующих за первоначальную постановку на учет и за проведенную работу с призывниками. У нас сейчас вопросы, помимо того, что идет призыв, это отбор кандидатов для поступления в районное училище. Да, Зеленчукский район у нас здесь лидером, желающих много, поэтому надо будет посмотреть до конца, завершить все медицинские обследования. Петр Левин получил повестку, пришел в военкомат, обследовался, услышал заветное для него слово «Годин». Он с нетерпением ждал повестки и ни на минуту не сомневался. Говорит, активно занимался спортом, чтобы в дальнейшем достойно служить и защищать родину. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 тысяч 24 человека. Из них 19 тысяч 877 выздоровели, 128 госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды, слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 1 плюс 6, в горах минус 4 плюс 1, а днём до плюс 19. И местами в горах 8-13 со знаком «плюс». В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 3 плюс 5, а днём 16-18 градусов тепла. Весна будет чудесной с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В священный месяц для мусульман Карачаева-Черкесии по поручению главы республики проводятся коллективные разговения. На этот раз мероприятие прошло в мечети поселка Кавказского. Прихожанам напомнили еще раз об особенностях соблюдения поста. Алихан Лепшоков подробнее. При Кубанском районе ифтар проводится уже в третий раз. В республике стало уже доброй традицией проводить коллективные разговения в мечети. Принял участие в мероприятии председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмайл Хаджибердиев. Он отметил, что каждый, кто проведет разговения для постящегося, получит такую же награду, как и тот, кто держал пост. С каждым годом ифтары у нас все больше и больше становятся. Вот эти ифтары проводит сам глава республики. Дай Аллах ему силы и здоровья все это проводит и дальше. Для чего это все делается? Это делается для того, чтобы получить сова благодеяния от Всевышнего. В этот месяц то, что делается сова, это в десятикратном развере увеличивается. Дай Аллах сил и здоровья всем, кто это делает, кто помогает. Ведь когда человек тратит на благое, то у него это состояние увеличивается. До разговения перед вечерней молитвой представители мусульманского духовенства республики рассказали об особенностях поста в месяц Рамазан, о совершении дополнительных ночных молитв и о достоинстве особенной ночи для всех верующих ночи предопределения. То есть эта ночь как лучше, чем тысячи месяцев. Тысячи месяцев это 83 года и 4 месяца. Сегодня кто сегодня столько лет проживет, сейчас как бы долгожитие. А вот у нас только за одну ночь, за одну ночь дает такую возможность, чтобы мы заработали. То, что люди могут заработать за 83 года и 4 месяца. Прихожане мечети задавали свои вопросы выступавшим. И вот призыв к вечерней молитве, и перед ее совершением верующие открыли свой пост водой и свежими финиками. Совершив вечерний намаз, все собрались за столом. Глава администрации Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев отметил, что коллективный ифтар сближает людей, и это то место, где каждый может в свободной обстановке вести дружеский диалог, даря милость и любовь друг к другу. В тяжелый год же, год ковида, люди вот по такому общению, они уже истасковались. Уже и покушали, уже и время прошло, но никто не расходится. Вот так долго еще. В дружбе, когда мы сидели, час-полтора сидели, люди еще не расходились. Это вот то, что сближает, то, что тепло в душе, то, что вот воздух праздничный. Вот это, наверное, самое большое значение имеет. В Прикубанском районе будет организовано еще три таких мероприятия, более чем для 500 человек. Алихан Липшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития связи массовой коммуникации России запускает нового цифрового помощника для взыскателей и должников. Робот Макс подскажет, как проверить исполнительное производство, платить долг или подать на алименты. Искусственный интеллект не только ответит на вопросы, но и обеспечит умный поиск по порталу в онлайн-режиме, выявит потребности. Будущий Макс сможет вызвать реального оператора, если сам не справится с поставленной задачей. Роботизированные системы позволят качественно и количественно повысить уровень предоставляемых в ССП России государственных услуг в пользу граждан, почитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. Впервые в республике состоялся фестиваль «Студенческая весна», который собрал талантливых студентов. Мероприятие проводилось на базе Индустриально-технологического колледжа. Смотрите подробности. Фестиваль «Студенческая весна» стартовал впервые, но уже заявил о себе ярко и многогранно. Жюри, зрители и болельщики с первых минут наблюдали творческий запал выступающих студентов. Я желаю всем участникам удачи в каждом конкурсе. Желаю побед не только на конкурсах такого уровня, но и побед в целом жизни во всем, за что бы вы ни брались. Я желаю вам удачи и больших свершений. Студенты демонстрировали свои таланты в следующих конкурсах. Фольклорный национальный танец, бальные современные танцы, авторская сольная академическая песня, дуэт и КВН-визитка. Это у нас вводный такой фестиваль. Мы хотим его сделать ежегодным и, естественно, каждую весну находить новые таланты. Сегодня у нас участвуют семь команд. Эти команды у нас учебные заведения города, пять колледжей и два высших учебных заведения. Каждая команда подавала свои заявки. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то, соответственно, играет на музыкальных инструментах. На самом деле, мы участвуем в ней, нам очень нравится. Мы не поверили о том, что пришли сюда, мы очень рады, что нас пригласили. Также после карантина это первое наше выступление, можно сказать. Мы очень долго готовились и надеемся, что вам понравилось. Хоть у ребят и присутствовало волнение перед выступлениями, но поддержка зрителей и друзей создавала дружную и позитивную обстановку в зале. Все участники, помимо медалей и кубков, приобрели опыт, мастерство, новые знакомства и впечатления от фестиваля. И надеются, что студенческая весна станет ежегодной. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаева, Черкесия. Таким был вторник. Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Мур-мур». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова